На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме Робокоп. Ставьте лайки, если хотите вторую часть. Вы имеете право на адвоката. Что за бред? Преступность в Детройте бьет все рекорды. На фоне затянувшегося финансового кризиса городским властям приходится заключить соглашение с корпорацией Omniconsumer Products, или сокращенно OCP. Согласно этому контракту, корпоративщики будут контролировать деятельность полиции. Однако у руководства OCP свои планы на город. Они хотят преобразить Детройт, сделать из него Дельта-Сити. В это же время в полицейский департамент переводят Алекса Мерфи. Познакомившись с местными порядками, он понимает, что работа здесь не сахар. Полицейские и так на грани забастовки. Так тут еще и один из их коллег умирает в больнице. Его убили люди из банды Кларенса Бодикера. Они держат в страхе весь город и любят пострелять в копов. Когда Алекс получил форму и вышел на службу, его познакомили с напарницей Энн Льюис. Эта девушка не из робкого десятка и легко уложила взбесившегося бандита в участке. Тем временем в головном офисе OCP проводится собрание. Здесь обсуждают новый проект Дельта-Сити. Его строительство должно начаться через полгода, а к этому сроку нужно обеспечить на территории старого Детройта полный порядок. Полицейский департамент не справится с этой задачей, потому что сотрудники полиции деморализованы и их слишком мало. Поэтому вице-президент компании Дик Джоунс предлагает использовать роботов. Он представляет новейшую модель – Эд-209. Эта вооруженная до последней шестеренки машина сможет круглосуточно бороться с преступностью. Чтобы продемонстрировать возможности робота, Джонс предлагает одному из подчиненных взять в руки оружие и изобразить угрозу. Эд-209 реагирует незамедлительно. Однако у него случается сбой, и даже когда потенциальный преступник бросает пистолет, Эд продолжает отсчет до выстрела. Операторы не могут его остановить, и робот создает новую вакансию в корпорации. Глава ОСП Кол Хаген очень недоволен этой недоработкой. Дик пытается оправдаться, но его останавливает молодой выскочка Роберт Мортон. У него есть более эффективный способ решения проблемы – программа Робокоп. Для ее реализации не хватает только полицейского, подписавшего согласие на использование его тела после смерти. В это время Мерфи и Льюис делились рассказами о семье. Поступил вызов об ограблении банка, но преследовать грабителей отправилась только наша парочка. Других свободных патрулей не было. Когда они догнали машину, выяснилось, что это Бодикер со своей бандой. Что? Ты спалил деньги! Те попытались убить копов, но не получилось. Тогда они сбросили им на машину одного из своих. Бедолажку ранили, и можно было списать его в утиль. Однако напарники выследили автограбителей и продолжили преследование. Бандиты спрятались на заброшенном заводе. Мерфи и Льюис разделились. Льюис вышла на одного из преступников, когда тот справлял нужду. И тут ее подвело любопытство. Она бросила взгляд на промежность и тут же получила по лицу. Мерфи повезло меньше. Он уже начал арестовывать Эмиля Антоновский, как появились его дружки, и обезоружили полицейского. Бодикер отстрелил Мерфи руку. А затем они всей бандой разрядили в него свое оружие. Под занавес свинцового дождя Бодикер выстрелил Мерфи в голову. Льюис не успела помочь ему. Пока она бежала, бандиты уже уехали. Она вызвала скорую, и Мерфи доставили в больницу. Но спасти его не удалось. Так Алекс Мерфи попал в программу «Робокоп». Мортон приказал ампутировать ему вторую руку. Конечности заменили протезами. Тело закрыли броней, а в мозг встроили электронные системы управления. Это тебе хлопают? Тебе? Давай, робо. Память Мерфи стерли. Теперь он превратился в бездушного киборга. Когда его привезли в полицейский участок, Робокоп впечатлил своих живых собратьев. Как только Льюис увидела его, он показался ей смутно знакомым. Она начала подозревать, что под маской киборга прячется ее напарник. Закончив подготовку и пройдя необходимые проверки, Робокоп вышел на улицы города. Во время патрулирования района он предотвратил ограбление магазина продуктов. Затем он спас девушку от расправы нестандартным образом. Прострелил хулигану хозяйства через юбку пострадавшей. А в завершение вечера спас сотрудников мэрии от вооруженного психа. Когда-то он здесь работал, но его уволили, и он слетел с катушек. В результате Робокоп выбросил его в окно. После этого случая о роботе-полицейском заговорили все. Мортон получил повышение и стал большой шишкой в компании. Он был уверен, что с вершины его никто не сбросит. Поэтому неосторожно оскорбил Дика Джонса прилюдно. Мы говорим об одном и том же Дике Джонсе? Он стар, а мы молоды. Такова жизнь. Дик слышал это и дал Мортону понять, что обязательно ответит на оскорбление. Тем временем Робокоп начал видеть сны. Ему приснился день его убийства. После этого он вышел из повиновения и отправился искать преступников. Первым он выследил Эмиля Антоновский. Тот как раз грабил заправочную станцию. Эмиль узнал в киборге Мерфи и признался, что уже убивал его. Робокопа заинтересовало это признание. Он задержал Эмиля с особой жестокостью. А потом отправился в полицейский архив, чтобы выяснить больше об этом преступнике. Он нашел информацию обо всех членах банды Бодикера и узнал о Мерфи, которого они убили. Робокоп отправился к нему домой. И здесь на него нахлынули воспоминания о жене и сыне. Он начал осознавать, что раньше был человеком. И это его убил Бодикер. Из своего дома он поехал в клуб, где тусовался Нэш Леон. Робокоп схватил его и выбил информацию о местонахождении Бодикера. А тот в этот момент навещал Мортона. Он работал на Дика Джонса, и вице-президент ОСП попросил его проучить молодого выскочку. Бодикер принес ему послание от Дика. Наверное, ты уже стоишь на коленях, умоляешь о пощаде. А затем взорвал его дом. После этого он отправился на подпольную фабрику по производству стирального порошка. Это был дорогой порошок. И Бодикер в агрессивной форме решал вопросы его распространения с конкурентами. Однако все разногласия прервал Робокоп. Когда он появился, началась перестрелка, и Киборг перебил всех боевиков Бодикера, а затем схватил его самого. Бандит признался, что работает на Дика Джонса. Поэтому, когда Робокоп отвез его в участок, он отправился к Джонсу в офис. Вице-президента ОСП предупредили о визите полицейского, и он ждал его. Да только Робокоп не смог арестовать Джонса, несмотря на его признание. В микросхемах сработала четвертая директива, запрещающая причинять любой вред сотрудникам ОСП. Почувствовав свою неприкосновенность, Джонс рассказал об убийстве Мортона, и Робокоп записал это. Потом Дик вызвал своего робота, чтобы разделаться с Киборгом. Но Робокоп справился с ним. Однако и его ранили. Он пытался уйти, но внизу его поджидали спецназовцы. Они расстреляли в Киборга весь свой боезапас. Спасла его Льюис, оказавшаяся здесь же. Она отвезла его в безопасное место. После этого случая Джонс вызвал к себе Бодикера и приказал добить Робокопа. В этих целях он выдал бандиту более мощное оружие, способное пробить броню Киборга. В это же время Льюис помогала напарнику восстановиться после сражения. Я рада, что вижу тебя снова, Мёрфи. Она еще не знала, что перемещение Робокопа можно отслеживать удаленно. Полицейские устроили забастовку, и на улицах города воцарилось беззаконие. На этом фоне Бодикер вручил своим людям новое вооружение, и они отправились убивать Робокопа. Тот в это время находился на заброшенном заводе вместе с Льюис. Когда бандиты приехали, он уже ждал их. Робокоп сходу прикончил одного из них, а затем скрылся. Бодикер и остальные начали охоту. Эмилю повезло меньше всех, ведь Киборг заманил его к цистерне с токсичными отходами. И когда преступник пробил ее, его тело начало расползаться. Льюис погналась за Бодикером. В пылу погони тот не заметил Эмиля и сбил его. Из-за этого он сам попал в аварию. Льюис потеряла бдительность и открыто вышла против него. Бодикер расстрелял ее, и Льюис свалилась в яму. Ей на помощь пришел Робокоп. Увидев его, Бодикер бросил оружие и решил, что его просто арестуют. Но Киборг собирался убить его, несмотря на полицейские директивы. Однако ему не удалось сделать это. Нэш забрался в кабину подъемного крана и сбросил на Робокопа металлолом. Сразу после этого Льюис выстрелила по Нэшу из нового оружия Бодикера. И тот погиб во взрыве. Остался только главарь банды. Он попытался убить Киборга, но Робокоп оказался сильнее. Он прикончил Бодикера. И убедившись, что Льюис ничего не угрожает, отправился в офис ОСП. Используя супермощное оружие Бодикера, он расправился с охранявшим здание роботом Джонса и поднялся на этаж, где проходило совещание. Он обвинил Дика Джонса в убийстве Мортона и предоставил доказательства в виде записи с признанием Джонса. Тот схватил Хагена и попытался сбежать, угрожая ему оружием. В этот момент Хаген сказал, что Дик уволен, и четвертая директива перестала существовать для Робокопа. Он убил Джонса. Когда Хаген спросил, как его имя, Киборг ответил, что его зовут Мерфи. Продолжение следует...